Жильцы многоквартирного дома номер 17 по улице Азина не могут разобраться, кому решать насущные проблемы, связанные с обслуживанием общего имущества дома. Дом находится под управлением городской управляющей компании, но многие вопросы в последнее время здесь перестали решаться. С крыши свисают огромные сосульки, угрожающие здоровью жильцов дома. Есть жалобы на отсутствие тяги в вентиляционной трубе, при том, что в доме установлены газовые колонки и проблемы с температурным режимом. Вы знаете, вот у меня сейчас в квартире 30 градусов. У меня большая комната вообще отключенная, потому что невозможно ходить. Я вот загляду в ванну, да, и тут же выбегаю, у меня жара. У нас потому что разводка идет через верх, а потом туда вниз спускается. В городской управляющей компании жильцам объясняют, заявка на очистку крыши в последнее время от вашего дома не поступала, а продвижение других вопросов зависит от решения жильцов на общем собрании, либо путем заочного голосования. Здесь у вас 70 собственников, и вы солидарно несете ответственность за содержание и ремонт своего дома. И решение о каких-либо реконструкциях, о каком-то ремонте, модернизации, допустим, какой-то системы принимается именно решением общего собрания. Выяснилось, что главная проблема дома номер 17 по улице Азина в конфликте между одной из жительниц и председателем совета дома, которая, устав от многочисленных заявлений своей соседки в контролирующие органы, сложила с себя полномочия по руководству над общим имуществом дома. Теперь в соответствии с ЖК РФ в данном многоквартирном доме должно быть проведено общее собрание. Только собственники жилья могут определить дальнейшую судьбу дома и принять решение о необходимости переизбрания председателя и совета дома из числа жильцов. Управляющая компания предлагает свою помощь в организации и проведении общего собрания в доме. Но для этого необходимо, чтобы не менее 10% от общего числа жильцов обратились сюда с соответствующим заявлением.